12 июля 2024 года в Казахстан с государственным визитом прибывает президент Южной Кореи. До начала официальной церемонии еще час десять, но по Курде уже все работают в режиме готовности номер один. Как вы видите, рота почетного коровы, дима гостарственной охраны, полицейские. Цветы установлены по периметру, на своих точках установлены камеры телерадиокомплекса президента Республики Казахстан, благодаря чему будет отсутствоваться прямая трансляция церемонии. В общем, все готовы. Присутствует такая здоровая суета, но это лишь для того, чтобы лишний раз еще раз все проверить. Здесь нюансов нет. Обращать внимание на каждую цель. Президент Казахстана Касамжимар Токаев в прошлом году пригласил президента Южной Кореи Юнсок Йоля в Астану, а сегодня встретил его в аккорде. Протокол традиционный. Сначала знакомство с членами делегаций. Затем звучат гимны обеих стран. От церемонии президенты переходят к рабочим встречам. Лидерам обеих стран есть что обсудить и что предложить друг другу. Казахстан и Корея переходят на новый уровень дружбы и партнерства, рассчитанные на долгие годы. Южная Корея является одним из важнейших стратегических партнеров Казахстана в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Біз Корея башысының осы мемлекеттік сапарына айрықша мән береміз. Бұл егі жақты қарымкатынастың денгейі жоғары екенін көрсетеді. Мен елдеріміз арасындағы интимақтастықты жоғары бағылаймын. Бүгін біз кейтілген стратегиялық әлтестігімізді одан арет дамытуға уақталастыр. Бұл егі жақты қарымкатына әлтесті әлтен қарымкатын ұлтен қарымкатын үткілі әлкілі әлтен үткілі әлтен үтді Қарымкатына әлтен әлтен үткілі әлтен ұлтен көрінің үткілі әлтен үткілі әлтен әлтен мақыз. Бұл егі жоғарын с президентом Казахстана мы подробно обсудили перспективы нашего взаимодействия, которая динамично развивается с момента установления дипломатических отношений. Мы договорились повысить эффективность стратегического партнерства между Казахстаном и Кореей. В рамках сегодняшнего визита мы достигли ряда договоренностей, касающихся сферы электроэнергетики и поставок критических минералов. Наши страны активно развивают экономическое сотрудничество. К примеру, в Южную Корею мы поставляем нефть, ферросплавы, золото, уран, титан, железо и другие металлы. Покупаем у наших партнеров автомобили, запасные части для транспортных средств, технику, кабели, провода. Корея – один из лидеров по объему инвестиций в нашу страну. Только в 2022 году корейские инвесторы вложили в казахстанскую экономику более миллиарда долларов, а общая сумма за все годы сотрудничества составляет более 9,5 миллиардов долларов. На самом деле пятый инвестиционный партнер Казахстана. То есть по инвестициям они находятся на пятом месте среди всех инвесторов международных в Казахстане. Это первое. Второе, как вы знаете, конечно же, компания KIA. Это KIA Motors Corporation, строит сейчас завод в Кустанай. То есть этот проект как раз находится в прямом ведении Министерства промышленности и строительства. То есть это предприятие должно стать одним из флагманов развития машиностроения в Казахстане. И следующий этап, то что вот сегодня мы, конечно же, подписываем, это взаимодействие с Корейским государственным геологическим институтом, который называется KIGAM, они провели в Казахстане достаточно большую работу по геологической разведке. Предварительные результаты очень многообещающие. И, конечно же, вопрос касается критических материалов. В данном случае речь идет о литии. Поэтому мы надеемся, что это сотрудничество перерастет все-таки в достаточно большой проект именно по производству лития в Казахстане. В рамках государственного визита президента Южной Кореи в Казахстан состоялся Казахстанно-корейский бизнес-форум. И это как раз тот самый случай, когда никого уговаривать не надо. Более 300 предпринимателей из Южной Кореи прибыли в Казахстан и не просто знакомиться, а уже заключать конкретные контракты. Так что предпринимателей очень много. И здесь наверняка будут заключены сделки на миллионы долларов. Выступая на казахстанско-корейском бизнес-форуме, Касмжумар Тукаев призвал к партнерству и наращиванию сотрудничества в недропользовании и промышленности. Особое внимание президент Казахстана уделил кооперации в нефтегазовой отрасли. Это особенно актуально с учетом расширения наших крупнейших нефтегазовых месторождений, таких как Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Большие возможности открывает проведение полномасштабных геологоразведочных работ с последующим освоением залежи нефти и газа. Весьма перспективным направлением является добыча и переработка критически важного сырья по прагматичной формуле инвестиций и технологий в обмен на сырье. В Казахстане действует около 700 компаний с южнокорейским участием. Между странами действует межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. При этом проекты реализуются в самых различных отраслях. Мы подписали меморандум с Хазардинской областью о реализации проекта по переработке твердых бытовых отходов. Пока проект на стадии разработки технических и получения разрешительных документов. Но скоро наш завод будет перерабатывать стекло, бумагу, полиэтилен и другие материалы. У нас с компанией Samsung Medicine есть план об увеличении локализации их приборов на территории Казахстана. Два года назад мы начали производство со сборки. На данный момент мы локализовали больше 30% данной техники. И по плану в течение 5 лет мы хотим дойти до 70% локализации данного оборудования. С этой целью мы сейчас в Сеспит-Аватау, в городе Алматы, строим новый завод с большими мощностями. Большой потенциал Касовжимар Тукаев видит в добыче и переработке критически важного сырья. Сотрудничество с компаниями, проявляющими интерес к освоению литиевых месторождений и выпуску продукции высокого передела, будет продолжено. Целый ряд проектов из других отраслей также получил одобрение на дальнейшее развитие. В Казахстане уже успешно собираются автомашины марки Hyundai. В следующем году ожидаем запуск завода полноценного цикла Kia с объемом инвестиций в 200 миллионов долларов. Стоит отметить, что компания впервые в своей истории вложила средства в строительство завода за пределами Южной Кореи, выбрав для этого именно Казахстан. Основным продуктом является карбонат лития. То есть вывозить просто руду или даже концентрат из Казахстана очень невыгодно. Поэтому даже сама корейская сторона говорит, что нет, мы рассматриваем только именно производство готового продукта. Это карбонат лития, тот, который используется в производстве электрических батареек. То есть мы дойдем до предпоследней стадии в производстве батареек здесь уже в Казахстане. В рамках официального визита главы государства Кореи и Республики Казахстан по линии Министерства энергетики планируется подписание меморандума о сотрудничестве с Министерством энергетики и промышленности Республики Корея, который включает самый широкий круг взаимных будущих направлений деятельности. В первую очередь это сотрудничество в области строительства новых энергообъектов, возобновляемых источников, изучение возможности строительства станции на базе чистого угля. Мы также думаем продолжить диалог с нашими корейскими коллегами в области развития атомной индустрии. Мы рассматриваем это даже не только как развитие отдельных компаний, а как развитие двух наших стран. Мы рады сотрудничеству с Казахстаном и будем использовать для этого все наши силы и средства. Касым Жамар-Тукаев определил четкий формат развития дружественных, качественных, эффективных и выгодных взаимоотношений. И дело здесь не только в финансах. Все начинается с людей, которые договариваются как друзья и надежные партнеры. Но Южная Корея в первую очередь это высочайшая культура бизнеса. То есть это самые современные технологии, это лидерство по многим направлениям технологического развития. Все мы знаем успехи корейской промышленности и индустрии в области автомобилей, машиностроения, приборостроения, атомной индустрии, химической промышленности. Я думаю по всем направлениям у нас будут точки соприкосновения. В первую очередь это конечно передовые технологии. А мы как мы знаем медицинская техника относится именно к этой отрасли. И для нашей страны очень важно, чтобы медицинская техника стала одним из базовых отраслей в Казахстане. То есть это позволяет нам развивать человеческий потенциал в виде инженеров, в дальнейшем может превращать это все в новые продукты. По итогам государственного визита президента Южной Кореи в Казахстан подписаны соглашения в области развития энергетической, нефтегазовой, нефтехимической отрасли, электроэнергетики, критических минералов и металлов, обмена знаниями и развития, науки и технологий, лесного хозяйства, занятости и труда, банковского надзора. Астана и Сеул проявили искреннее стремление расширять стратегическое партнерство и дружбу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова